16 декабря Тверь отметит важную дату. 80 лет со дня освобождения Калинина от немецких захватчиков. В канун юбилея благотворительный фонд «Жить и помнить» выпустил дополнительный тираж книги памяти. В нее вошли данные об уроженцах Верхней Волжи, которые попали в плен в годы войны. По данным историков, безвозвратные потери Красной Армии в годы войны составили около 10 миллионов человек. 50% это пропавшие без вести. Среди них немало уроженцев и Калининской области в двойных границах. Именно установлению данных по ним и посвящена работа, которую ведет благотворительный фонд «Жить и помнить», учрежденный Тверской торгово-промышленной палатой. Подавляющая часть тех, кто попал в плен, это 1941 год, ну 1942, да, и особенно в 1941 году, конечно, с полковыми документами, дивизионными документами, это проблема. Ну и, наконец, обычная человеческая путаница, когда записывали фамилии или неверно, это все-таки просто писарь, да, или карандашом, а это потом каким-то образом стиралось. В первую Тверскую книгу памяти вошли более 5000 статей, каждая из которых посвящена судьбе отдельного человека. Материалы составлены на основании изучения документов по учету безвозвратных потерь Красной Армии Центрального архива Минобороны, трофейных документов вермахта, о расшифровках солдатских медальонов, а также информации, поступившей из бывших советских республик. В этом году, к 80-летнему юбилею освобождения Калинина, решено было отпечатать дополнительный тираж. Причем на этот раз работа велась на территории самого города. Наша книга, которая выпущена к 80-летию освобождения Калинина, она как раз посвящена ревизии братских захоронений на территории города непосредственно. То есть нам удалось внести существенное уточнение в фамилию, имя, отчество, звание, должность тех, кто там захоронен. Тираж этой книги небольшой, 200 экземпляров, но распространяется она бесплатно. В первую очередь среди музеев, школ, военных комиссариатов, а также социальных учреждений. Причем, учитывая масштабы потерь Красной Армии в Великую Отечественную войну, можно не сомневаться, что это издание далеко не последнее.